Ребятки, всем привет! Я не помню, сегодня какая дата, 6 июня. Я вот уже четвертый день как в Гуаньчжоу после Таиланда. Я все эти дни просто просидела дома, я разбиралась с заказами, отправляла, вообще проверяла качество, снимала видео, в общем, я чуть подофигела. И сегодня чуть-чуть, у меня есть свободное время, и я решила пойти в кинотеатр. Я никогда здесь не была в кинотеатре, а сейчас вышел Безумный Макс, ну, как-то по-другому называется, а мне фильм Безумный Макс, который, по-моему, какого он года, 16-го был? Очень понравился, я его пересматриваю на пора 100. Здесь, конечно же, нет на русском языке, это понятно, но есть, слава богу, на английском. Я считаю, что картинка красивая, я там, я, наверное, фильм не пойму, но мне как бы все равно. И еще, вот, учитывая, что июнь, я вообще боялась сильно лета в Гуаньчжоу, но погода на данный момент очень комфортная, я иду в футболки, в джинсах, потому что дожди, видимо, как-то вот из-за этого прохладнее, в общем, безумно комфортно. Я надеюсь, что так и будет все лето. Я немножко поймала меланхоличное настроение. Дело в том, что в Таиланде я отдыхала с семьей, и все было так классно, а потом я приехала в Китай, и я одна, вся далеко, и очень, из-за этого мощного контраста, конечно, что-то у меня прям подбило это немного, да, то есть я вот до сих пор очухаться не могу. В первую жизнь я приехала в Китай, я прям не рада, мне как-то одиноко, мне грустно, и я вообще не хочу здесь быть, я надеюсь, это пройдет, но что-то меня прям подбило. Так хорошо, конечно, было с родственниками, ну ладно. Так, я уже немножко в другой одежде. Все потому, что у меня вчера не получилось купить билет, потому что то ли сеансов не было, то ли сегодня премьера. Короче, и я просто купила билет на сегодня. Сейчас я иду куплю себе что-нибудь попить, не знаю, может что-нибудь поточить. Я в России очень любила брать много чипсов, не попкорна, а именно чипсов, и сидеть, точить, но только если это шумный фильм, если такая драма тихая. Я проклинала визар, который хрустел. Это было просто ужасно, и я старалась не хрустеть. Вот, я, конечно, такая в предвкушении, потому что фильм должен быть, я надеюсь, что на английском языке. Я с ним подумала, что если он будет на китайском, вдруг его озвучили на китайский. Хотя я знаю, что иностранные фильмы, их, по-моему, сильно не озвучивают на китайский язык, просто внизу субтитры. Как будто бы хочется какую-то фигню, но, с другой стороны, я боюсь, что я буду сильно хотеть пить от нее. Я тут, кстати, подсела на кокосовую воду, я себе дома купила маленькие такие тетропаки и каждый день пью. Мне очень нравится. Ну, что, вот такую какую-то фигнюшку, наверное, она газированная будет, типа, no sugar, no energy, вообще ничего здесь нет, но все равно вкусно, да? Либо какой-то чего, вот это вот странно. Мне вообще, на самом деле, надо быстрее выбирать, потому что время, время надо уже бежать, короче. Не знаю, что взять. Возьму вот эту лимонную, короче. Вот интересно, меня пустят со своей едой или нет, если я куплю вот такой попкорн за три юаня, а? Карамельный. Мне пофиг, я беру. Слишком много сладостей будет, мне пофиг. Вот из-за того, что у меня маленькая сумка, мне все приходится носить в руках. Причем сумка у меня прям полная. А полная, потому что, блин, дожди надо обязательно носить, зонтик. Потому что я тут бесконечно пользуюсь телефоном, это надо powerbank. Тетрадку мне для заказов обязательно надо. Короче, когда-нибудь я перейду, конечно, все-таки в диджитал пространство, чтобы заполнять заказы, но пока что что-то я старушка, видимо, мозгами. Я иду по торговому центру внизу. И знаете, есть такое выражение. В детстве его часто мы использовали во дворе, типа, блатным солнце светить. Какая-то такая фигня, если кто-то там, знаете, пасмурную погоду вышел в очках или по дому ходит в очках. Ну, наверное, я действительно выгляжу странно сейчас. Просто у меня руки заняты. Я понимаю, что я сейчас не одену очки. Мне потом будет тяжело это сделать. А вообще, из-за того, что у меня светлые глаза, даже когда пасмурная погода, я все равно одеваю очки, потому что мне очень светло. Мне кажется, это уже заезженная локация на всех моих видосах. Просто действительно, вот эти торговые центры находятся прямо уза моего дома, поэтому тут часто гуляю. И тут же есть кинотеатр. И вот сколько ты ходишь по Гуанчжоу, вечно люди с чемоданами. Они просто всегда и везде. В метро, не в метро. Вот я просто думаю, куда люди ходят постоянно с чемоданами. Если с маленькими, я не знаю, может они какие-то вещи там возят. Честно говоря, учитывая, сколько с собой надо носить здесь, и желательно бы еще носки. Мне бы взять в кинотеатр, потому что может быть холодно. Наверное, надо реально с чемодана возить. И, знаете, как с тележкой. Вот бабушки ездят, да? Блин, классная тема. Зачем вот напрягать себе, пережимать вот здесь вот плечо? У меня уже плечо на самом деле болит от сумки. Тележка тема. Классный, большой, адидас. Но даже в нем я не могу себе купить кеды. Нет моего размера. Вот и все. Только поездом. Либо таобау, либо китайский рынок копий. Там все до 45-го есть женские модели. Честно говоря, у меня какое-то настроение такое, как будто у меня сегодня день рождения. Я говорю, я в таком приввкушении, что я иду впервые в кинотеатр в Китае. Сама купила билеты. Мне очень нравится «Безумный Макс». Хотя бы посмотреть картинку, я обязана в кинотеатре. А пойму, не пойму, так пофиг. Я иногда даже на русском языке смотрю и нихрена не понимаю. Так, у меня фильм начинается через 15 минут. А что Оля проходит мимо Зар, мимо Оуша всяких. Масима Дути. Мимо, мимо. Причем вчера я вам в ролике говорила, что у меня настроение не было. Вчера такое меланхолично, но правда было такое. Мне еще всю ночь снилось, что у меня заказы все перепутаны. Что-то, ой, это, наверное, мой страх сейчас. Потому что заказов много и надо правильно в нужные адреса правильную сумку отправить. О, все, пришли. Так, я так понимаю, либо здесь надо взять, либо вот он кинотеатр, либо на стойке. Но я возьму на стойке, потому что я человек тупой. И я ничего не понимаю. А можно вот здесь, наверное. Вот так выглядит мой билет, по которому я прошла. Просто сканировала QR-код и мне открыли. Я спросила, какой мне зал. Мне сказали, первый. А первый, он, вот он. Ну, пойдемте. Какой экран большой. Нифига себе. Ну, ребят, я здесь одна буду. F7. А не близковато ли я выбрала место? Не, нормально, нормально. Слушайте, я считаю, что экран большой. О, у меня шевель. Ай, мне массаж зад делают. Ребят, я села, у меня сзади делают массаж. Причем массаж достаточно жесткий. Вот там какие-то типа шарики ходят по спине. Это очень прикольно. Причем мест не так много. Вот со мной рядом одно место на этом ряду. Слушайте, ну массаж прям жесткий. Поднимается выше. Офигеть. Я хочу заснять это. Это видно, как тут ходят, а нет? Ну, короче, не знаю. Видно, не видно. Прямо до шеи. А честно говоря, знаете, вот эти вот массажеры, кресла. Я слышала, что если у тебя проблемы со спиной, что это может быть опасный даже массаж. Я вот думаю, а вдруг у меня тоже проблемы со спиной. И вдруг у меня такой массаж опасен. Вот я до последнего не хотела брать зонтик, таскать его, все дела. В итоге вот пошел дождь. И вот что делать? Сидеть в торговых центрах, либо пойти гулять. И слава богу, у меня есть зонтик. И пойду гулять. Кстати, здесь постоянно делают разные декорации. Пойдемте поближе посмотрим. Что тут прям такое розовое, красивое. От компании Shiseido. Неужели там не все организовали? Прикольно. Красиво там. А самое главное, китайцы любят фотографироваться. Поэтому такие вещи, как PR, промо, акции делать вообще здесь классно. Реклама. Но только я там увидела про Shiseido. Больше я нигде не увидела. Потому что они спонсоры или что? Типа улочка такая. Указательные. О, лавочки поставили. Это прикольно. Потому что действительно по вечерам здесь классно вот так сесть и смотреть вот сюда. Здесь все светится, люди ходят. Так, почилить. Почему бы и нет? Ну, хотя китайцы спокойно вообще сидят на лестницах. Причем, а что бы не сидеть, здесь действительно чисто. А когда дождь идет, и на лавочках будет мокро. Ой, ну красиво, красиво. Фотобудка, походу. Я думаю, да. Ну, очень грустная погода. Потому что Китай это такая страна, особенно Гуанчжоу, такой город, где надо ходить, гулять. Такую погоду очень как-то грустно. Ну и честно говоря, неудобно вот за мтором вот это вот ходить. Все равно, если голова-то сухая, но ноги у меня уже мокрые. Ну такое себе. Кроссовки тоже не одеть, потому что, ну, жалко их портить. В общем, как я сходила в кино. Мне очень понравился фильм, учитывая, что я вообще не поняла его. Я имею в виду, что он был, слава богу, на английском. Но, тем не менее, не такой у меня уровень английского, чтобы смотреть фильмы. Но картинка была классная, плюс-минус там понятно. Но Дибир хочется пересмотреть на русском, чтобы понять суть. Ребятки, я считаю, что мы с вами давно не пробовали какой-то китайской еды. Вот у меня выбор. Тут два очень интересных заведения. Смотрите, вот такое. Оно достаточно атмосферное внутри. Но я посмотрела меню, мне что-то как-то, ну, не знаю. Пойдемте, я вам покажу. Смотрите, там внутри прям такое цивильненькое, красивенькое. Такое лакшери место, ну, прям видно, да? Цены я бы не сказала, что прям дорогие. Просто вот эти вот все блюда, их заказывают к рису. И мне кажется, что это надо заказывать, как будто бы на несколько порций. Такая курица какая-то. Ну, и мне кажется, тут все очень остро. Я вот, правда, не знаю, что бы я тут заказала. Может быть, fried eggs with Chinese. Либо такие дамплинги можно, либо такую лапшу. Ну, и более выгодный для меня вариант. Более бюджетный, это вот такое. Такая забегаловка, но тоже выглядит атмосферно. Я думаю, сюда зайти что-нибудь, купить, посмотреть. Думала заказать какой-то их местный супчик, но решила заказать вот этот вот их пирожок какой-то на соенном тесте с мясом. И вот такую просто закуску. Просто я давно не ела брокклис, сама их готовить не хочу. А тут еще со спаржей, мне кажется, это будет вкусно. В общем, это стоило где-то 10 юаней, это стоило 12 юаней. Попробуем холодную закуску. Интересно, с какой приправой они сделали. Ну, спаржей это всегда вкусно. Много чеснока. Чеснок это тема. Я просто очень соскучилась по броккли. Можно сюда просто приходить и кушать броккли. Мягенькие. Хапец. И чеснока много, и чеснок свежий. А чеснок это... Чеснок это тема. Просто вкуснятина. Что у нас тут с пирожком? Ну, я смотрю на их вот эти пирожки. Своим тестом это какое-то рваное мясо. Это тесто нормально сделано, то есть там достаточно и сахара, и соли. Ты этого не замечаешь, ты просто ешь, как... Ну, обычно нормально тесто. Но когда тесто пресное, ни соли, ни сахара, ты это сразу же чувствуешь. Это тесто суперпресное. Ну, я думаю, сейчас я дойду до начинки, а начинка такая сочная. Я думаю, тогда должно быть нормально, как бы смешается. Хорошее рваное мясо. Ну, да. Если начинка сочная, как подливка, да, мясо, ну, может быть, и не стоит прям сильно лучше. Тесто там что-то мутить внутрь, но хотелось бы чуть-чуть тесто, чтобы было посоленее. Вообще, после Таиланда мне в радость вот эти все специи, потому что в Таиланде что-то... Мне в последнее время вообще не могла есть тайские забегалки, потому что для меня было все слишком солено, слишком сладко, слишком тумач. Вот, знаете, все ешь, и прям аж... У меня аж язык потом как-то не сводило. А вот странное такое ощущение, как будто много соли переел, вот такое. Короче, мне вообще не нравится. Последние дни я просто вот готовила дома. Я чувствую, эстетика в этом видео просто зашкаливает. Вот такая начинка. Мне кажется, прям очень неплохая, да. Ну, вот там мясо и лук, наверное... Ну, хотелось бы посочинеть. Мне кажется, все равно он немножко суховатый. Но я не сильный любитель свинины. Я не скажу, что это вкусно, прям супер. Я думаю, что, знаете, если бы была начинка типа куриная из какой-нибудь садилии, наверное, это было бы поприкольнее. Ну что, подкрепились. А теперь, ребята, я вас хочу познакомить с местом. Если вы приедете в Гуанчжоу, обязательно в него придите и начните визуализировать. Пока что я себя навизуализировала на копии. Но, может быть, придет время, и у меня появится что-то оригинальное. В общем, это торговый центр, где только лакшери бренды. Так, Louis Vuitton, Hermes, Dior там. Короче, да. И когда я хожу что-то ищу, я обычно сюда прихожу. Походить, посмотреть витрины. Хотя бы уж, ладно, не заходить по берегу Louis Vuitton на какой-нибудь особый случай, чтобы прийти что-то померить. И здесь, конечно, очень красиво. Сан-Лоран заходила, кстати, сюда. Примеряла ники. Да, вот сюда заходила. Сюда я даже заходила кольцо мерила. Я так хотела Cartier Trinity. А когда померила кольцо, оно мне не понравилось. Я так разочаровалась в этом. С другой стороны, все. У меня отпало желание и сэканулось 7 тысяч юаней. О, квадратная Trinity. Нифига себе. Не знала. В Хлое один раз заходила, мерила вот этот tote bag, по-моему. 11 тысяч юаней. Мне понравилась у Хлои Тес, кстати. Сумка. Я еще отправила сейчас клиентке. Надеюсь, ей понравится. Но мне она очень понравилась, потому что копия просто шикарная. Мягкая, классная. Ну, это вот второй этаж. Он такой тоже вакшери. Сидела. Причем некоторые магазины в два этажа. Вот как ирнец. Мы побыли на первом этаже, и на втором этаже тоже он есть. Поднимаемся с вами на третий этаж. А третий этаж – это уже крыша. И на крыше расположены очень интересные кафе-рестораны. Причем я вам скажу, ребят, они вообще недорогие. Позволить их может абсолютно каждый. О-о-о, посмотрите. И вид здесь прекрасный. Это, знаете, делюсь сокровенным. Место просто обалденное. Это вот. Как это правильно называется? Терраса, да, наверное? Ну, ребят, да, вообще. И мое любимое заведение – это вот тот кролик, по-моему. Ладно, пока поснимаем вам. Также из Буанчжоу и, может быть, во всем Китае есть Гага. Тоже очень популярное. Такое healthy food. Все дела. Тоже терраса очень красивая. И погулять здесь. И пофотографироваться. И в этом «Зайчике» очень хороший flat white. Если вы любите прям крепенький кофе, прям крепенький, насыщенный – это сюда. У них вот есть вот такая вот витрина. Я тут много что перепробовала. У них очень крутые торты, что очень. Кстати, я здесь люблю брать… Вон там круассан с лимоном. Вот этот круассан с лимоном офигенный. Торты у них просто классные. Особенно вот этот «Жасмин гринти» просто топ. 38 миллионей кусочек. И это торты реально классные, не вот эти вот типичные китайские. Просто они реально не вкусные. И вот я очень люблю эту тему в Китае, что на каждом столе есть QR-код, который ты сканируешь, и все, и начинаешь. Вот заказ сразу оплачиваешь. Не надо никого звать, ничего ждать. Так, я сытая. Вот он. Так, тут что-то добавить надо. Мне ничего добавлять не надо. Все, берем его. И-и-и-и-и-и-и выпечку хочу, конечно. А можно вот этот карамель, лимон, кросса. Обязательно приносят воду здесь. Это тоже очень классно. И она с лимончиком, по-моему. Не знаю. Я читаю, немножко вкусы притупились после этого чесночного броккли. И вот здесь очень тихо. Здесь это место, оно прям... Оно популярное, конечно, в хорошую погоду, но все равно оно не настолько прям многолюдное. Я думаю, что мало про него кто знает. Надеюсь, меня никто не наругает, да, то, что вот люди, кто приходят в ресторан, они все в телефонах в основном. Ну, это, наверное, знаете, не только проблема Китая. Это, наверное, еще и у нас также. Вот он мой круассанчик. Пока я жду свой кофе. Ничего, если я с вами еще чуть-чуть поболтаю. Если не нравится, перематывайте. По поводу того, что китайцы фотографируют еду. Одно дело, когда приносят какое-то красивое блюдо, я не знаю, необычный какой-то кей. А другое дело, господи, не фоткают даже какой-то суп за 10 юаней, который супер обычный. И у них реально какой-то прикол фоткать еду. Я вот... Я не знаю, это именно у китайцев такая тема, либо это у меня такой темы, нет. Потому что мне кажется, что это как-то диковато. Но здесь почему-то вот принесли блюда, и надо сфотографировать. И вопрос, я не знаю, куда они... Си-си. Я не знаю, куда они это потом выкладывают. Ну, явно не захламляют свой Вичат. Допустим, там есть моминцы. Это типа наших сториз. Все что-то фоткают, что-то фоткают. Или я какая-то просто не такая. Я даже прихожу куда-то, и какое-то, допустим, интересное блюдо, я все равно его не фотографирую. Причем китаец, да, который здесь вот уже прожил столько лет, берет это блюдо и фоткает. Я такая, зачем ты это фоткаешь? Ты типа здесь живешь, ты это блюдо сто раз съел, это обычное блюдо. Вот у них, наверное, это как будто, я уже думаю, неосознанное движение, как будто надо вот все зафиксировать. Вообще много фотографий в телефоне. Это тема, это чисто вот твоя память. Куда ты что отправил, где-то в это время был. Ага, в пятницу, а что я делал? Такой включил, я такой, о, я ел это, ходил туда-то с тем-то и так далее. Думаю, блин, прикольно. Это уже быстрее, чтобы выходило солнышко, прекращался дождь, чтобы мы уже нормально гуляли, а не сидели, только сжрали с вами, да. Но это уже что-то более французское. Кофе, так, пробуем. Оно должно быть такое же крепкое. О, оно очень насыщенное, очень плотное, горькое, прям горькое. Я люблю такое. И знаете, вот молоко чуть-чуть смягчает его. Просто топ. Принесли мне салфетки. Знаете, вот, да, кофе чуть-чуть дороговатое, 300 юаней, ой, 30 юаней. Кашель такой страшный, что у девочки. Но, когда, знаете, кофе хороший, ты такой думаешь, да, и ладно. Но когда тебе даже за 10 юаней приносят невкусное кофе, вот это вот очень грустно. Даже 10 юаней их жалко. Ой, как классно, когда тебя никто не понимает. Короче, у меня уже все вытекает. Сейчас портила весь эстетический вид. Ребят, распаковка еды, это пока не для меня. Мне кажется, в десертах всегда офигенно сочетание это лимон с сахаром. Просто тема. Очень вкусно. Хочет. Я говорю, когда еда вкусная, даже какие-то калории, без того, что я сейчас наемся, как не знаю, кто, оно того стоит. Кстати, интересно, вот в этом видео я очень много разговариваю, больше рассказываю, болтаю. Это интересно или нет? Хочу вам рассказать, что когда я была в Таиланде, там было много китайцев. Китайцы действительно много ездят в Таиланд, отдыхают там. И вот. Когда вы приезжаете на какую-то достопримечательность, либо просто там по Уолтауну какому-то гуляете, даже на пляже сразу видно китайцев, которые фотографируются. Даже, точнее, их сразу видно, потому что они вечером фотографируются. Когда я приходила, допустим, в Уолтаун, я там была, мне жарко, я потная, мне уже плохо. Китайцы все нафуфыренны. Как будто профессиональная какая-то фотосессия с фотоаппаратом. Они бесконечно фотографируются. Я думаю, господи, сколько у вас, ребята, сил, энергии на все это. И это, причем, знаете, не просто какие-то блогеры у нас, допустим, девочки русские, которые там делают красивый контент. Это реально все китайцы, у них фетиш на фотографии. Наверное, действительно. Поэтому они фоткают, иду и как-то фотографируют, как будто часть их жизни. Приезжаешь на какой-нибудь достопримечательный пляж, тоже. Там какие-то полотно, какой-то красивый купальник. Вот их и так, и так. Я думаю, нифига себе, блин. И реально получается очень красивая фотография, но они туда вкладываются, прям видно, как они фотографируют, то есть там выбирают ракурс и так далее. И я такая, сфоткайте меня, пожалуйста. И там, знаете, лучше эти фотографии самой даже не смотреть, а уж про выкладывать, так и вообще дело не идет. Есть, да, такая тема, что все-таки у них жизнь, она на показ. Как вариант, поэтому, что у них нет внутри красивого ремонта, в квартире, но зато есть там, например, сумка Шанель. Потому что сумку Шанель увидят все, а твой интерьер как бы никто внутри дома и не увидит. Поэтому это у них как-то вот идет, наверное, это вот на показ, на показ все фотографирование. И это скорее, знаете, такие рассуждения, нежели вот стопроцентная какая-то информация. Мне кажется, у меня такой фон красивый, там что-то золото, тут что-то отражаются, здания, в общем, в общем, разболтала все сильно. Буду продолжать свой Круассант, если у меня уже тут все выпало. Виктория Секрет, если честно, я уже забыла про этот бренд, после того, как он уже перестал быть таким хайповым, как закончились вот эти их фэшн-шоу, как будто немножко про него забыли. Или мне-то кажется, напишите ваше мнение. И вообще, я захожу, когда вот магазин туда, мне кажется, там все вот остановилось где-то 2011 год, как-то не сильно популярны какие-то вот у них одежда и запахи вот эти, которые раньше были классные. Сейчас, мне кажется, это как будто уже старомодно чуть-чуть. Сейчас столько клевых других ароматов, брендов, которые делают, и они, знаете, более глубокие, более интересные. А у этих все вот такой вот ванилька, кокосы, причем это все такое вот прям вот у Batem Body Wars такая же тема. Вот я зашла и такая, ну, ребят, ну, это все вот как будто вот там 2010-е, вот что-то вот то. Может, мне так кажется, напишите ваше мнение. Мне кажется, сейчас реально такое разнообразие каких-то других брендов, а те как будто бы встали. Я знаю, что вот этот магазин популярный, и я даже не знаю, как его правильно почитать. Ну, поехали. У-у-у-лимон, да? Пусть будет так. Лю-лю-лимон, или как это правильно. Килли, она, кстати, не пробовала бренд, но он дороговат, и, наверное, пока в ближайшее время его и не попробую. Все-таки, что касается косметики и ароматов, лучше оригинал, либо ничего. Каждый раз, когда вижу этот ресторан, мне хочется прочитать Путин. А вам? Вот здесь ароматы мне нравятся. Как-то заходила, все у них перенюхала, но когда ароматы не дешевые, ты не можешь подряд купить, поэтому я выбрала кое-что другое. Ребята, учите меня произношению брендов. Лонгчамп, да? Правильно? Кстати, мне не очень нравятся эти сумки, но говорят, что они очень удобные. Я, кстати, очень люблю Сифору, потому что здесь собраны бренды разные, и они доступны. Hello! И они очень доступны, то есть я могу реально посмотреть, протестировать, это очень классно. Я всю жизнь, кстати, мечтала об этой сыворотке, и теперь у меня ее настолько много, мне на день рождения подарили, и досталось еще там от одной девочки, и, короче, у меня теперь этих сумок просто завались, хотя мне казалось, что мне никогда ее не будет, потому что она безумно дорогая. Но обычно в Сифоре, конечно, я смотрю не Диор далеко, а обычно Герлен так. Мне нравится Шесейда, Шесейда, сейчас, 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 вот она. Шесейда мне нравится. Из-за того, что у меня начались уже эти морщины, я купила крем вот этот, этот крем, и для глаз вот этот, мне очень нравится, очень классный, вот этот крем мне, наверное, больше, чем на полгода, я считаю, что он того стоит. Кстати, ребятки, делитесь с вами какими-то антивозрастными кремами, мне уже пора. А вообще, я очень люблю, на самом деле, Сифора Коллекшн, мне кажется, это очень достаточно доступный бренд, он неплохой, я себе купила помаду, помаду офигенную, я думала, что в Китае такую не найду, сейчас я покажу. Вот эту помаду я купила, она безумно крутая, потому что в Китае в основном все что-то оранжевое, ой, какой-то классный цвет, потому что в Китае все что-то сильно оранжевое, сильно красное, и я не могла купить просто обычную, нормальную, нюдовую помаду, здесь этого просто предостаточно. Ну, у других брендов на самом деле тоже много таких, но вот из бюджетного за 119 юаней вполне. По-моему, я там Форд еще смотрела, то есть они по 400 уже юаней, это дорого. Кстати, тут уже собрались консультанты, на меня смотрят, что-то с камерой, хожу, разговариваю, я жду, когда меня выгонят, и я тогда уйду. А еще я хотела купить здесь автозагар, но, естественно, в Китае этого нет, но я очень активно искала, колорант, короче, я не нашла, и фиг с ним. Кстати, у Герлен мне очень нравятся еще вот эти вот помады. Смотрите, как классно, то есть можно любую вот купить цвет, и вот, хоть из кожи, хоть из страз, бархат, вообще, это прикольная тема, кстати, чтобы, знаете, всегда хотела взять сумочку, вот, всегда хотелось вытащить, а это еще из зеркала. 300, 320, 320 ваней, ну, нормально, да. Ой, ароматы, я уже не знаю, что я хочу, я, в принципе, смотрела My Way, мне понравился, но решила все-таки не брать, не стоит он того, чтобы покупать. Еще я тут присматр... Мне очень понравились вот этот же Венши, именно вот черри, и вот эти, ну, в принципе, я не знаю, какой из них, ну, как бы тоже все хожу нюхая, но как-то я не могу с ними определиться. Флора как-то... Не знаю, не знаю. Что тут еще? Что тут еще? Все, что ли? Тиффани. А Тиффани мне голубые вообще не нравятся, еще мне два раза предлагали их даром дать мне на склонение, ребят, мне даже даром не нравится. Вот это, по-моему, обычная роза, она поприкольнее, она более такая свежая, а есть еще Роллс Голд, по-моему, называется. Нет, это и есть Голд. Есть еще другая роза, вот она, знаете, более такая, как жженая карамель, вот я ее не вижу, но она есть. Короче, ребятки, сейчас без вас еще чуть-чуть понюхаю тут. Перестала снимать видео, потому что захотела сама уже походить, понюхать всякие ароматы и нашла вот фирму, не знаю, до этого не видела и что-то начала нюхать. Бежали ко мне продавцы-консультанты, просто меня там все и облили этими духами и вообще сервис классный-классный. Знаете, я поймала себя на мысли, что как будто я обязана купить. Вот есть вот это чувство, я с ним борюсь, чтобы, потому что духи стоили в сифоре 1500 юаней, я сейчас зашла на поезда, эти же духи можно купить за 500-700 юаней. Короче, в два раза дешевле, представляете? Я такая думаю, можешь купить. И на секундочку эта мысль у меня пробежала в голове. Типа мне понравились очень двое ароматов. Я думаю, можешь какие-нибудь купить. Потом думаю, Оля, 1500 юаней, это же просто жесть, как дорого. и как будто, вот понимаете, я в этом магазине, мне нравится аромат. И по сути, наверное, если бы я его купила, я бы, наверное, бы и радовалась. Что это такая, знаете, сходил в магазин, совершил покупку, ну, блин, 1500 юаней, это прям такое. И знаете, духи все-таки, когда ты покупаешь за такую цену, надо прийти, понюхать в разных настроениях, потому что я говорю, вот сколько я духов нюхала, мне они очень нравились. И я, по сути, никакие не купила. Единственное, вот из всех духов я все купила Том Форд Электрик Черри. Просто бесподобные духи. Я просто невероятно кайфуетник. Все остальные, типа, вот Армании, Май Уэй, это такое, ну, Гуччи, Флора, тоже, типа, я понюхала, мне понравились, но я рада, что я нюхала. То есть, понимаете, надо пожить с ней. Эти духи прям прикольные, классные, мне очень понравился этот бренд. И я вот думаю, может быть, я закажу себе на поезд, а не почему бы и нет. И я говорю, что я поймала себя на мысли, как будто я обязана купить. А они, знаете, короче, ребята, рассказываю вам ситуацию. Китайцы просто, я не знаю, на кого эта манипуляция рассчитана, они, когда хотят, чтобы ты купила, либо ты начинаешь им что-то говорить, например, у вас дорого. То есть, они видят, что они теряют клиента, они такие говорят, ты такая красивая, у тебя такой красивый нос. у них из-за того, что у меня нос выпирает, это для них уже красиво, потому что у них уже носы впечатаны, можно сказать, в лицо. И, короче, и я такая, ребят, камон, это слишком очевидно. Они начинают, ты такая красивая, такая красивая. Я помню, на одном рынке тоже хотела купить, короче, вещи, говорю, знаете, у вас типа дорого. Она такая, я говорю, ну, я могу купить типа подешевле, но я думала, что она мне скажет, ну, ладно, давайте я тебе отдам столько. Она такая сидит, и ты такая, ты знаешь, ты очень красивая, просто, блядь, ни с того, ни с сего. Я такая, чё? Она говорит, ты очень красивая, ты очень, прям сменила тему, пытается меня залазить. Я такая, думаю, господи, на кого это рассчитано? Я же не настолько тупая, блин. короче, так халимство я не люблю. Мне подарили один раз коробку конфет, вот этих венщина, магазин, просто, бесподобные конфеты, очень вкусные. Но, ребят, насколько они дорогие. Это просто жесть. Одна вот такая конфетка, одна вот конфетка вот такая, не упаковка одна, на Таобау я могу купить за один циуанин. Одна конфетка. Ну, кстати, вот упаковка. Мне, по-моему, дарили что-то, наверное, вот такую мне дарили, или вот такую, а может быть и такую, такую. Ну, вот смотрите, да, вот 1150 юанин, очень дорого. Я помню, 10 лет назад я зашла в этот магазин, ну, короче, точно было бы уже в этом здании, тоже тут все импортное, много товаров импортных, и цены тут, конечно же, очень дорогие. И я помню, как меня впечатлила картина, когда муж, женой, китайцы, просто набрали целую корзину продуктов отсюда, хотя там, знаете, можно в 2-3 раза дешевле купить в обычном супермаркете, типа Волмарта, например, те же самые продукты. И я подумала, блин, как классно зарабатывать так, чтобы ты пришел в магазин хороших товаров и ты не думал о цене. Ну, то есть ты мог спокойно покупать импортные товары, макароны из Италии, а не из, допустим, из, я не знаю, из Китая, это же так классно. И вот они набрали эту корзину, и молоко, типа, не за 11 юаней, а за 45 юаней. И меня это очень впечатлило, что, ого, так можно жить, оказывается. И помню в детстве то есть макароны всегда были цветные, дороже обычного, и я так радовалась, когда там родители покупали вот такие со шпинатом, например. Не знаю, мне очень нравился всегда вкус их. И это. Ну, цена, кстати, не стоила бы, что дорого, 21 юань. Блин, ну этой пачки мне одной прям надолго хватит. Да, бариланы в Африке бариланы. Томатные пасты всякие. Что-то я вам какую-то дезинформацию дала, почему-то я хожу, в итоге тут какие-то одни китайские продукты, и не сказать бы, что они дорогие. Потому что я не даже зашла, потому что уже что-то поменялось. Меня, конечно, всегда впечатляют вот эти вот сушеные грибы, какие-то коренья, какие-то губки. По факту это вкусно, если честно. Кстати, я с утра делала омлет, у меня закончилось растительное масло, чтобы полить сковородку. Ну, пожарила без масла, знаете, нормально оказывается, как будто бы и нафиг, вообще это масло надо. Я что-то не поняла. Нет, она с ней вкусновата, немножко поджариста, но без него как будто бы и норм. Ну вот, я просто знаю места, да, вот мы с вами в прошлых каких-то влогах ходили, что, допустим, линд вот этот можно купить за 35 юаней, здесь он 95. Вот эти Рафаэлку тоже можно купить за 50 юаней, но она не всегда в наличии, тут 138. Ну, короче, я, если честно, удивлена, за сколько дорого и насколько дешевле можно от магазина в магазин купить. Вы представляете, какая она ценка? То есть я понимаю, что могут быть разные цены, но чтобы настолько, это, конечно, очень жестко. Масла в Китае у них своего нет, любое сливочное масло это чистый импорт, в принципе, неплохие. Обычно это Нью-Зеланд, Австралия, Польша. Ой, я, кстати, вот этот сыр постоянно заказываю, его я ем, но его покупаю за 32 юаня, здесь 3, ой, я покупаю за 23 юаня. Как же китайцы умеют красиво сделать выпечку, посмотрите, тут все хочется купить, но по факту, на самом деле, выпечка, ну, не всегда вкусно. Смотрите, какой они огромный слой масла запихали внутрь хлеба. Жесть просто. Донатсы, макароны. Редактор субтитров А.Семкин